Здравствуйте, друзья! Наш сегодняшний урок посвящен портрету. Сегодня я хочу с вами поделиться некоторыми своими наработками в области штриховки. Итак, многие из нас привыкли к тому, что штриховку нам предлагают делать прямыми линиями, по диагонали. Но на самом деле это совсем не так. Для портрета подходит совсем другой вид штриховки, и о нем я сейчас вам расскажу. Итак, что для этого самое главное? Работу начинать надо всегда карандашами твердыми. Карандашом 2Т. Этот карандаш оставляет светлые линии, но он позволяет строить портрет почти без ошибок. То есть вы рисуете, но образно говоря вы нащупываете форму. Форма как бы прощупывается. И еще одно условие, что этот карандаш должен быть тупым. Я вообще предлагаю во многих случаях не затачивать карандаши до остроты иголки, а рисовать карандашами вот так вот притупленными. То есть они имеют полукруглый кончик. Итак, что это дает? Смотрите, вот мне нужно, допустим, вот здесь навести какой-то легкий вот здесь такой полутон сделать. Если бы я это делал острым карандашом, у меня линии получились бы такие, что их пришлось бы сразу вытирать. Видите? А вот этим карандашом, нанося вот такую беспорядочную штриховку, я это делаю легко и свободно. Я стараюсь рисовать вот такими вот беспорядочными штрихами. Или восьмерками. Не восьмерками, так вот, овальчиками вот такими, понимаете? В общем, общая суть вот такая. Вот видите, наносите или вот такую вот штриховку. Начинаете с самого светлого карандаша. 2H. Затем, если вам нужно ее утемнить, берете более жирный карандаш. И продолжаете делать то же самое. Сильно на него не давить. И... В общем, вот что получается при рисовании. Вот сейчас я вам покажу это вблизи. Видите? Нет никаких диагональных линий, которые угробили бы эти вот портреты сразу же. Понимаете? То есть лицо человека, оно как бы не состоит из диагональных линий. Больше подходит вот именно такая штриховка. Итак, вот смотрим дальше, что я делаю с этим портретом. Вот я наношу полутон. Я не обвожу его границу. Я просто беспорядочно вожу им здесь в разных направлениях. Видите? Если я где-то ошибся, я опускаюсь немножко ниже. Смотрите, что получается. Смотрите, что получается. Старайтесь не делать слишком больших пропусков между вашими кружками. Рисуйте мелкой штриховкой. Вот такой вот. Вот видите? То же самое я делаю, если мне нужно обвести какую-то границу. Сделать четче контур. Допустим, вот здесь вот челка. Видите? Я делаю те же самые штрихи, только я делаю их в вертикальном направлении. Видите? Вот так вот получается. Вот. Я прохожу. И вот так вот я последовательно утемняю ее. Я сначала прохожу легким полутоном. На карандаш я сильно не давлю. То есть я стараюсь сделать так, чтобы штрихов было как можно меньше. Чтобы они не были почти заметны. Видите? Вот так вот я прохожу, чтобы не было видно этих штрихов. Затем тоже касается морщин на лбу. То есть я рисую те же самые овальчики. Только я их теперь кладу в горизонтальном направлении. То есть я не рисую сразу четкую линию. Я этого не делаю. Линия у меня идет опять же такими вот овальчиками. Вот если мне еще нужно сильнее утемнеть в этом месте, я прохожу еще раз. Стараюсь сделать так, чтобы не было видно границ пятна. Чтобы оно... Чтобы пятно мягко растворялось в остальных вот полутонах. То есть не нужно давить сразу. Лучше пройти работу несколько раз. Вот что я делаю, если мне нужно нарисовать щетину на его лице. Я иду вот такими коротенькими галочками. Рисую галочки. Или зигзаги. Или что-то такое, чтобы не было похоже на точки. Вот я опять утемняю этот участок. Но не весь, а только у самого основания челюсти. Сейчас я работаю мягким карандашом и рисую щетинку. Легкую небритость на лице этого гражданина. Я не давлю. Карандаш у меня положен в наклонном состоянии. Таким методом мы добиваемся большей реалистичности портрета. И добавляем на него текстуру. То же самое касается теней уутонов на губах. Я прохожу один раз. Потом мне нужно начертить контур. Я иду по линии я не просто обвожу, а вот опять же прохожу таким вот методом. Двигаю ее в одном направлении и рисую ноликами. То есть не ноликами, а вальчиками. Вот сейчас я добавляю теневой участок. И опять иду мелкими овальчиками, кружочками. Стараюсь сделать так, чтобы тень не выглядела нарисованной линией. Вот я делаю мягкий переход в этом месте. Карандаш, как видите, у меня абсолютно тупой. Это дает возможность рисовать без штрихов. А вот мне нужно сделать мягкий переход от тени. Вот эта вот падающая тень. Нужно сделать мягкий переход вот в этом месте, чтобы он сливался с остальным участком шеи. Ну и конечно же вот этот участок не будет выглядеть эффектно, если рядом с ним не будет светлый участок. Сейчас я возьму более острый карандаш и вот так вот немножко его выделю. Опять же, я это сделал на бросок. А чтобы создать убедительную падающую тень, продолжаем нашу доработку вот таким методом. вот так вот. 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 Дальше можно сделать вот так, взять бумажную растушевку и этот участок вот так немножко растушевать. Затем я беру карандаш 8Б, это самый такой темный карандаш моей коллекции, самый мягкий и продолжаю дорабатывать следующие моменты. Затем я беру карандаш 8Б, это самый мягкий и продолжаю дорабатывать следующие моменты. Затем я беру карандаш 8Б, это самый мягкий и продолжаю дорабатывать следующие моменты. Здесь очень мелко. Затем я беру карандаш 8Б, это самый мягкий и продолжаю дорабатывать следующие моменты. Затем я беру карандаш 8Б, это самый мягкий и продолжаю дорабатывать следующие моменты. Затем я беру карандаш 8Б, это самый мягкий и продолжаю дорматывать на поле. Затем я беру карандаш 8Б, это самые мягкий и продолжаю дорабатывать. Используйтесь, например, это не очень классная, но я беру карандаш 8Б и продолжаю дорогую карандашу. Продолжение следует... 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 здесь тоже здесь вот проходит тень над верхним веком ну и наконец рот рот рисуем упрощенной формы сначала опять же стараемся не рисовать четкими линиями видите я рисую карандашом 2t линии едва заметная что было бы если бы я рисовал жирным карандашом наверное вы представляете чтобы это получилось ну и вот здесь вот сейчас будем уточнять овал лица здесь на где-то на уровне рта проходит угол челюстной дуги который поворачивает вот это направление вверх напротив то же самое так ухо у нас здесь находится где-то вот в этом районе на уровне основания носа сверху она скрыта волосами и вот здесь нарисуем какой-то намек на шею а сейчас внимательно смотрим не получилось лицо слишком толстым если получилось проходим проводим такие же самые светлые линии рядом и уточняю если линии нам не понравились мы сразу же их стираем ну наконец вот настал черед нашего жирного карандаша 8b и мы эти линии уже как бы уточняли опять же сильно не давим опять же сильно не давим если глаза немножко не получились не по центру то не переживайте мы же рисовали светлыми линиями и их легко перенести в другое место видите я уточнил просто и все стало на свои места видите опять рисую не прямыми линиями а вот такой вот овальной штриховочкой здесь можно было бы сначала наметить карандашом 2h но я этого не сделал вы можете так делать это никогда не помешает и уточняем сейчас линию подбородка нижней челюсти как видите те линии которые мы проводили до этого они нам совсем не мешки не уточняем немножко вот здесь теперь наша задача нарисовать брови это можно было опять сделать карандашом 2h ну я же по причине своей нерадивости этого не сделал вы делаете опять же смотрите чтобы брови у вас не казались разными ну вот здесь вот будет такое теневое углубление она проходит над верхним веком и наконец рисуем самые затемненные части волос здесь конечно должна быть ямка на подбородке тень под нижней губой но мы этого не делаем так рисунок будет смотреться более живописным и наконец можем убрать вот эту вот линию от этого рисунок станет еще лучше еле заметными движениями наметим ухо уточним прическу все наша девушка готова вкусно все не Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, я думаю, вы поняли, в чем фокус эффектных рисунков и будете применять этот метод с успехом в своей практике. А я на этом заканчиваю. Пока-пока!